Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – Российская Федерация. После распада СССР Российская Федерация является инициативным государством со стабильной экономикой, внешними и внутренними связями. Государство демонстрирует важность объединения бывших союзных республик на условии выполнения разработанных договоренностей между независимыми государствами. Примеры успешного введения хозяйства на больших территориях с различными природными условиями обеспечивают интерес к изучению России. Многие эксперты одобряют выбранную стратегию социально-экономического развития страны. В чем же заключается особенность Российской Федерации? Россия расположена в северном полушарии на севере материка Евразии. Она омывается водами Тихого, Северного Ледовитого, Атлантического океанов. Крупными морями являются Балтийское, Черное, Азовское моря. Уральские горы и Кумаманычская впадина делят Россию на европейскую и азиатскую части. Особенностью определения крайних точек России является то, что они располагаются не только на материковой части, но и на островах. Протяженность территории России с запада на восток приближается к 10 тысячам километров. С севера на юг превышает 4 тысячи километров. Государственные границы расположены как на суше, так и на море. Приграничные территории Российской Федерации большей частью неизменны и традиционны. На территории России определены три типа границ. Экономические, геополитические и природные. Экономические границы подразделяются на контактные и барьерные. Геополитические на конфликтные и безопасные. Природные границы на морские и сухопутные. На суше Россия граничит с 14 государствами. Площадь территории государства на 2020 год составляет более 17 миллионов квадратных километров. Северо-западная граница с Норвегией и Финляндией простирается от Баренцева моря до Балтийского моря. Западная граница со странами Балтии и Украины. Интеграционная граница с Белоруссией. Южная граница наиболее протяженная и обеспечивает связь с государствами Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай. Через морские границы Россия осуществляет связь с Японией и со странами Соединенных Штатов Америки. В России приняты следующие морские зоны. Внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая зона, исключительная экономическая зона, континентальный шельф. Более 70% территории России занято равнинами и низменностями. Западная часть страны характеризуется чередованием низменностей и возвышенностей. Южная и восточная части страны преимущественно гористые. Полуостров Камчатка и Курильские острова на Крайнем Востоке – территория вулканов. Здесь их насчитывается более 200, причем около 50 действующие. Современные процессы, формирующие рельеф России – эндогенные тектонические движения и экзогенные. Новейшие тектонические движения происходят в складчатых областях и на платформах. В складчатых областях происходит возрождение гор, формируются горы, вулканы, грабены, горсты, межгорные котловины. На платформах наблюдаются медленные колебания земной коры, поднятие и опускание. К экзогенным факторам относятся оледенение, текучие воды, действия ветров, антропогенные процессы. Под действием внешних факторов формируются самые разнообразные формы рельефа. Оледенение способствовало образованию морен, зандровых равнин, бараньих лбов. Действие ветров привело к образованию оврагов, барханов. В результате добычи полезных ископаемых появились карьеры, терриконы, тоннели. Страна богата различными полезными ископаемыми. Запасы нефти и природного газа развезданы в том или ином объеме практически во всех регионах страны. Россия – одна из наиболее обеспеченных пресной водой страна мира. Поверхностные воды занимают 12,4% территории России. Всего в России более 2,5 миллионов рек. Почти все реки имеют смешанный тип питания. Реки России относятся к пяти основным бассейнам – Черноморскому, Каспийскому, Арктическому, Балтийскому и Тихоокеанскому. Некоторые из рек являются важными экономическими артериями. Будучи связанные с судоходными каналами, они имеют большое транспортное значение. По Волжской речной системе осуществляется две трети внутренних водных перевозок. В России насчитывается более 2 миллионов пресноводных и соленых озер. К самым крупным озерам европейской части страны относятся Каспийское море-озеро, озеро Байкал, Ладожское и Аннежское, озера Таймыр, Ханка, Чудско-Псковское и Белое. Первые водохранилища были построены в начале XVIII века на Урале и на европейской части России. В первую очередь стали осваиваться гидроэнергетические ресурсы озер и зарегулированных ими рек Карелии и Кольского полуострова. В настоящее время в России эксплуатируется более 2220 водохранилищ и прудов с объемом каждой более 1 км кубического. Болота занимают на территории России около 2 миллионов квадратных километров. В Западной Сибири заболоченные земли покрывают до 50% территории. На северо-западе европейской части России преобладают верховые болота. В остальных регионах – низинные, подавляющее большинство болот, степной и лесостепной зон относятся к низовым. Климат Российской Федерации сформирован под воздействием нескольких определяющих факторов. Один из важнейших – это огромные размеры территории и удаленность многих районов от моря, что обусловило преобладание континентального климата. Выделяют арктический, субарктический, умеренный и частично субтропический климатические пояса, преобладающая часть территории расположена в умеренном климатическом поясе. С продвижением на восток климат становится все более континентальным. Количество природных зон в одном широтном интервале значительно сокращается. Вечная мерзлота – это районы Сибири и Дальнего Востока – занимают 65% территории России. Максимальная разница температур – 116,6 градусов по Цельсию. По этому показателю Россия занимает первое место в мире. Важнейшими особенностями выпадения осадков в России являются невысокие средние многолетние нормы осадков и четко выраженный летний максимум. В европейской части России и в Западной Сибири количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток. Среднее количество осадков составляет от 150 до 2000 мм в год. Климатические условия, почвы, растительность и животный мир находятся в тесной взаимосвязи. В пределах России выделяют несколько природных зон. Наиболее четко природная зональность выражена к западу от Енисея. К востоку от Енисея зональность прослеживается слабее из-за сложного характера рельефа и резкоконтинентального климата. Поскольку значительная часть территории страны занята горами, для многих районов характерна высотная поясность. А в целом природные условия формируют разнообразные неповторимые ландшафты. Россия – государство с федеративным устройством. В составе Российской Федерации 85 равноправных субъектов Федерации, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Территория России подразделяется на 9 федеральных округов, в каждом из которых работает полномочный представитель президента России. Субъекты Федерации имеют свое административно-территориальное отделение. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь являются городами федерального значения. Система органов государственной власти субъектов Федерации определяется общими принципами, установленными Федерацией. Основными из них являются принципы гласности и открытости, разделение власти, участие граждан в деятельности законодательной и исполнительной властей. Президент – глава Российской Федерации. Многие полномочия президента либо имеют непосредственно исполнительный характер, либо приближены к исполнительной власти. Президент осуществляет координирующие функции Государственной Думы. Законодательная власть Российской Федерации представлена Советом Федерации и Государственной Думой. В каждом регионе имеются законодательные и исполнительные органы власти. Во многих существует также должность высшего должностного лица, президента или губернатора, которые наделяются полномочиями власти субъекта Федерации по представлению президента России. Судебной властью являются Конституционный, Верховный и Арбитражный суды РФ. Население России по оценке Росстата в 2020 году составило более 146 миллионов постоянных жителей. По численности население страна занимает девятое место в мире. В России количество мужчин в трудоспособном возрасте больше, чем женщин. В возрастной группе от 30 до 34 лет ситуация выравнивается. Далее в старших возрастных группах численность женщин по отношению к численности мужчин увеличивается. В возрастной группе 80 и более численность женщин увеличивается в три раза. В России средняя продолжительность жизни в 2019 году достигла исторического максимума. Она составила 73,4 года. Этот показатель существенно отличается от региона к региону. Разница составляет 19 лет. Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в республике Ингушетия – более 82 лет. Самая низкая – в Чукотском автономном округе – около 64 лет. Россия находится в общемировом демографическом тренде глобального старения населения Земли и вызванного им уже в ряде стран демографического кризиса. Для решения демографических проблем государство на протяжении ряда лет поддерживает программы по поддержанию рождаемости и улучшению социальной сферы населения. На территории страны население распределено крайне неравномерно. Средняя плотность населения – 8,57 человека на квадратный километр. Большая часть населения предпочитает крупные города. В процессе внутренней миграции городское население Российской Федерации на 2020 год составило более 109 миллионов человек. Сельские жители, соответственно, чуть более 37 миллионов человек. 15 городов России имеют население численности более 1 миллиона человек. А 38 городов населения более полумиллиона человек. Москва – крупнейший город России с населением около 13 миллионов человек. Центральный федеральный округ – крупнейший в России по населению, где проживает около 40 миллионов человек, что сопоставимо с населением Украины или Польши. Согласно статистике, в России проживают представители более 180 национальностей этнических групп. 81% населения России составляют русские. Русские расселены по территории страны неравномерно. В некоторых регионах, таких как Чечня, Дагестан, Ингушетия, русские составляют менее 4% населения. Есть еще одна региональная особенность, связанная с произношением русских слов. Это проявление говора. Народы России говорят более чем на 100 языках и диалектах, принадлежащих к трем языковым семьям и двум языковым группам. Наиболее распространенными являются русский, татарский, чеченский, башкирский, украинский, чувашские языки. Русский язык является родным для большинства населения России. Он же официальный язык Российской Федерации. В России не существует официальной статистики членства в религиозных организациях. Закон запрещает требовать от граждан заявлений об их религиозной принадлежности. Таким образом, о религиозности россиян можно судить лишь по социологическим опросам населения, результаты которых порой противоречивы. В отраслевой структуре хозяйства России в последнее время наметилась тенденция увеличения доли непроизводственной сферы. Доля сферы услуг преобладает в отраслевой структуре волового внутреннего продукта. Эта же отрасль лидирует и по числу занятых трудовых ресурсов. Опубликованные Ростатом результаты работы из российской промышленности в 2019 году показывают умеренную положительную динамику. Продолжают развиваться отрасли агропромышленного комплекса, транспортное хозяйство. После распада СССР рост промышленного производства наблюдался с 2000 года, который прерывался на период мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Благодаря темпам роста, опережающим среднемировые, России удалось повысить свою долю в мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. В 2010 году Россия уже вышла на второе место среди стран Большой Восьмерки, уступив только Японии. Россия обладает крупнейшими в мире запасами минерального сырья. Страна обеспечена запасами железной руды, рудами важнейших цветных металлов, имеет крупные месторождения строительных материалов. Во многих горных районах страны месторождения драгоценных и полудрагоценных камней, золота. В Якутии алмазные месторождения. Россия является лидером на мировом рынке алмазов. В России находится до 75% мировых запасов природного газа, до 18% запасов нефти. Основным районом добычи нефти и природного газа является Западная Сибирь. Национальные потребности в электричестве удовлетворяются почти полностью за счет собственных ресурсов. Небольшая часть производимой электроэнергии идет на экспорт. Большая часть электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Также используются гидроэлектростанции и атомные станции. Электроэнергия обеспечена около 99% населения страны. На собственных природных ресурсах развивается и металлургический комплекс, который обеспечивает работу множество отраслей хозяйства. Особенности металлургического производства – высокая трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость. К сожалению, это и крупный загрязнитель природы. Продукция металлургии в том числе является экспортной. Листовой прокат, арматура, трубы, проволока и другие изделия. Разнообразно направление развития отраслей машиностроения. Высок объем продукции в производстве транспортных средств и оборудования. В результате реализации мероприятий «Стратегии развития сельского хозяйства», по мнению экспертов, производство сельскохозяйственной техники в России вырастет к 2030 году до 280 миллиардов рублей. При этом экспорт составит порядка 93 миллиардов рублей. Увеличены инвестиции в основной капитал производства судов, летательных и космических аппаратов. Успешно реализуются программы в судостроении, по строительству военных и транспортных судов. Также увеличивается объем выпуска отечественной продукции в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Большие успехи в создании отечественного медицинского оборудования. Химическая промышленность обеспечивает отрасли хозяйства необходимой для развития продукции. Большое значение имеет продукция органического синтеза в нефтеперерабатывающей отрасли. Наличие собственных природных ресурсов лесного хозяйства дает возможность развиваться целлюлозно-бумажной промышленности, которая производит целлюлозу, древесную массу, бумагу, картон и изделия из них. Легкая промышленность является традиционной отраслью мирового хозяйства. Предприятия расположены практически во всех субъектах Российской Федерации. До 2018 года предприятия активно развивались. В 2019 году наблюдался значительный спад производства. Санкции болезненно отразились на российских предприятиях, зависящих от импортных материалов и оборудования. К основным отраслям легкой промышленности России относят текстильную и кожевинную. Особое внимание уделяется развитию текстильной промышленности. На сегодняшний день реализуется проект по созданию производства химических волокон с ориентацией на экспорт. Прежде всего, за счет развития полиэфирных, бескозных волокон и нитей проводится переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы. Пищевая промышленность представляет собой совокупность предприятий различных форм собственности, которые занимаются изготовлением готовых пищевых продуктов, а также различных полуфабрикатов. Пищевые предприятия в рамках своей деятельности тесно контактируют со многими другими сферами экономики, в том числе с поставщиками сырья и торговыми компаниями. Важную роль в развитии пищевой промышленности играет структура сельского хозяйства. Основными хозяйствами АПК являются растеневодство и животноводство. По данным Ростата, 56% волового продукта сельского хозяйства России составляет земледелие, 44% – животноводство. По категориям производителей больше всего продукции дают личные подсобные хозяйства. На втором месте – сельскохозяйственные организации. На третьем – фермерские хозяйства. Более 70% российской территории – это зона рискованного земледелия. Сельскохозяйственный сезон в большей части территории длится от 2 до 4 месяцев. В то же время в России находится 10% всех продуктивных пахотных земель мира и более 50% мировых черноземов. Свыше 4,5 пашни приходится на Центральное Поволжье, Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. Агробизнес в России достиг определенной зрелости, о чем свидетельствует стабилизация уровня инвестиций в сельское хозяйство и рост конкуренции среди производителей сельхозпродукции. Огромное значение в Российской Федерации уделяют обеспечению сельского хозяйства необходимым техническим оборудованием и средствами. В АПК растет объем и качество применения современных технологий. В растеневодстве развиты основные отрасли зернового хозяйства, выращивание технических культур и плодово-ягодных. Основные сельскохозяйственные культуры – зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, картофель и лен. Россия удерживает лидерство по объему экспорта пшеницы. Круг потребителей российской пшеницы составляют страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. В животноводстве специализация хозяйства зависит от агроклиматических условий. Основное направление – мясомолочное и мясошерстное животноводство, а также птицеводство. Транспортная система России характеризуется развитой транспортной сетью, одной из наиболее обширной в мире. Одной из проблем является качество дорог, при строительстве которых важно учитывать расположение территории относительно дорожно-климатической зоны. Железные дороги доминируют в транспортной системе страны. По протяженности железных дорог Российская Федерация занимает второе место в мире, но плотность железнодорожных путей по стране составляет лишь 50 км на 100 тысяч квадратных километров. Будучи связанными с судоходными каналами, реки России имеют большое хозяйственное и транспортное значение. По Волжской речной системе осуществляется две трети внутренних водных перевозок. Морскому транспорту принадлежит главная роль в межгосударственном грузообороте. Устойчивой тенденцией последних лет является повышение доли воздушного транспорта в пассажирообороте. Число гражданских аэровокзалов Российской Федерации позволяет без труда ежедневно принимать миллионы человек. Авиакомпании различных форм собственности осуществляют международные рейсы, транспортные грузоперевозки, принимают чартерные рейсы. Спутниковая связь с каждым годом приобретает все новые форматы. Представители отраслей разных областей промышленности, занимающиеся своей деятельностью в отдаленных участках страны, чаще других пользуются услугами спутниковой связи. В настоящее время Россия является крупнейшей в Европе страной по числу интернет-пользователей. Основными потребителями российского экспорта являются Нидерланды, Китай, Италия, Германия, Польша. Большая часть импорта поступает из Китая, Германии, а также импортируется продукция из стран СНГ. В последние годы доля импорта снижается, осуществляется поддержка со стороны государства отечественных производителей. Российская Федерация является участником многих международных организаций, поддерживая дружеские отношения со странами мира, экономические, социальные и дипломатические отношения. Конечно, наблюдая за событиями, связанными с Россией, можно отметить, что стране приходится преодолевать немало трудностей, чтобы обеспечивать успех и стабильность развития. Еще многое предстоит сделать для решения как внутренних проблем, так и внешних. Используя различные информационные источники, узнавайте больше об опыте социально-экономического развития стран. Возможно, какой-то из них пригодится для успешного развития и нашей страны. На этом, ребята, наш урок окончен. Всего вам доброго!